Слабым и обуздать слишком сильные машины. О, какое слово, обуздать. Не, молодцы, хорошо пишут, конечно. Наши планы затрагивают машины с 5 по 10 уровня. Не, я бы сказал, что ваш план кое-что другое затрагивает. Вот, например, центральную нервную систему, вестибулярный аппарат, так сказать, мышление. Вот это точно оно затрагивает. Вот, а насчет машин я хуй знает. Значит, всех категорий. Исследуемые, премиумные и наградные. Тут, если что, я эту новость чекал, там смеха будет просто пиздец, поэтому кто сидит, ляжьте, кто стоит, сядьте нахуй. Тут будет очень печально. Сердечко может у вас в линию дать, поэтому я за вас переживаю, мне еще из вас донаты высасывать, поэтому лучше присядьте. Если у кого-то есть машина, снимите этот ремень безопасности, дома к дивану его быстренько прихуячьте и пристегивайтесь, потому что пиздежа здесь будет ой-ой-ой, блять. Поэтому лучше просто пристегните ремни нахуй. Вот, значит, вот это хорошо. Вот хорошо сочетается. Значит, смотрите. Наши планы затрагивают машины всех категорий, всех типов, кроме САУ. И это все, это все через раз и половинка от духа справедливой игры. Поняли, да? Поняли? Значит, дух справедливой игры, полстрочечки и одна целая. И после этого, кроме САУ. Поняли, да? Если вы все еще в это играете, вне зависимости от того, где вы живете, кто вы, блять, какая у вас национальность, вы долбоеб, если вы все еще играете в это. Полторы строчки между, между вот, кроме САУ и духом справедливой игры. Полторы, вы вдумайтесь, блять. Вспомните, что со мной вчера 261-й сделал в каждом бою. Я, знаете, моя ненависть, она сменилась безумной любовью к тому, кто пишет текста на этом сайте. Потому что настолько откровенным пиздоболом быть. Бля, это надо уметь. Я так не умею. Вот я в реальной жизни лютый пиздобол и очень-очень опытный. Это, конечно, я хвастаю. Блять, сайт аж уехал. Я, конечно, хвастаюсь. Я, конечно, хвастаюсь, да? Таким хвастаться не надо, это не особо красиво. Но очень-очень тяжело мою пиздеж распознать. Вот. В реальной жизни. В игре этой максимально честной. Но вот настолько, знаете, как будто бы это написал ребенок из будущего. Вот в будущем, когда мы поднимем образование с колен, и когда трехлетний ребенок будет обладать интеллектом доктора наук, вот, но при этом мышление все еще ребенка. Вот такое ощущение, что трехлетний ребенок, который уже замечательно пишет, соблюдает пунктуацию, да? Вот. Но у него мышление ребенка, и вот он пиздеть не умеет. Вот у меня есть взрослые подписчики, да? У вас есть дети. По-любому, ну, вы полили пиздюка на курение. Вот ему 12 лет, ты ему говоришь, а что, курил? А он говорит, да нет, я не курил, это на меня надышали, блядь. Ну, то есть ты понимаешь, что он еще в силу возраста не может отмазку придумать. Вот тот, кто пишет этот текст, вот, он знаете какой? Вот такой. Вот, вот, вот он. Вот он. Вот это вот слово. Вот. Это прям про него, блядь. Потому что, ну, я понимаю, что если подписчик Юши вот эту хуйню прочитает, вот эту хуятину, вот эту хуйню, вот эту хуйню, ну, он будет читать этот текст очень долго, не потому что будет вдумываться, а потому что будет читать по слогам, даже про себя. Вот. Он будет, он нихуя не поймет, что здесь написано. Я, как человек, имеющий интеллект чуть-чуть ниже среднего, как бы, ну, я такого откровенного пиздежа нигде не видел, никогда. То есть, ну, как, как, вот как такое нахуй можно написать, такую откровенную ложь, такой пиздеж просто. Ну, да ладно. Это мы прочитали пять строчек, я уже в ахуе. Я, вы вдумайтесь, я прочитал пять строчек, тут гигантская новость. Я в ахуе, блядь. Я в ахуе. Пять строчек. Ага. Значит, нас, значит, так. Значит, сначала мы внесем изменения в рамках супертеста. Общий тест. Через три дня. Они за три дня это тестировать собираются. Мы верим. Вы не пиздите. Точно. Мы друг друга не обманываем. Да. А чтобы оценить их? Если что, это 1.22. Общий тест. Общий, блядь. Через три дня. Они на супертест это вносят. За три дня до общего. Не пиздят. Точно. Чтобы оценить их. На основных серверах они появятся нескоро. 1.22. Релиз. 6 сентября, блядь. Через месяц. Не скоро. Вы чё, ебанутые, блядь. Вы чё, ёбнутые. Если для вас месяц это не скоро, то я боюсь представить, что такое скоро, блядь. Дебилы. Тем не менее, мы хотели бы поделиться своими первоначальными планами и узнать, что вы о них думаете. О, мы очень хорошо о них думаем. Прежде чем добавлять изменения в будущее обновление. То есть, видите, картинка не просто так стоит. Не в будущее обновление. И я в будущее обновление. Одно. Следующее. 1.22. 6 сентября, релиз, блядь. Супер тест. Это закрытое тестирование... Это закрытое тестовое, прошу прощения, окружение для предварительной проверки новых возможностей, изменений баланса и других нововведений. Был я там, знаю, кто там играет. Он проводится на ранних этапах разработки. Более лютого пиздежа нету. Там идет почти предрелиз. Там крутят только ТТХ. Чуть-чуть. Это пиздеж. Никаких ранних этапов там нету. Туда идет предрелиз, блядь. Ну, максимум текстур на танках нету, блядь. А доступ к нему есть только у избранных супер тестеров, блядь. Хорошо. Машины, которым предстоит ребаланс. Так. Мы постоянно отслеживаем боевую эффективность всей техники. Точно отслеживаете? Точно? Подождите. Я прошу вас. Вы должны в своей коробочке обращать внимание на каждое слово. Мы постоянно... Хорошо, постоянно написали. Хорошо. Все. Постоянно. Без проблем. Постоянно. Все. Постоянно. Мы выбрали машины, которые необходимо либо усилить, либо ослабить. Постоянно. Они также стали самыми популярными кандидатами на ребаланс по мнению нашего сообщества. Так. Мы отслеживаем эффективность. Они стали самыми популярными кандидатами по мнению нашего сообщества. Вы чё, ебанутые, блядь. Ну, тут я вахуя от всего. Там дальше ещё интереснее будет. Мы отслеживаем постоянную эффективность. Так, решение за вами. Тут мнение сообщества. То есть, уже, казалось бы, не ваше решение. Или ваше решение совпало с мнением сообщества. Мнение сообщества? Мнение 99,9% дегенератов 40%? Вы что, ебнутые, блядь? Хорошо. В рамках супертеста изменятся характеристики следующих машин. Т26Е5. Ну, и его копирка. Петух. И его копирка. Пилот. Ещё раз. Мы постоянно отслеживаем боевую эффективность. Пилот. Он сколько в игре постоянно отслеживающие... Причём этот танк уже один раз меняли. Ох, блядь, какой он ап получил. На специальных сайтах вы можете сейчас найти кривую изменения эффективности танка. Она 7 лет у пилота одинаковая. Дебилы, блядь. 7 лет. У него нету кривой. У него линия, блядь. Луч. Она имеет начало. И не имеет, блядь, конца. Нихуя не менялось. Он как был хуйнёй. Так и остался. Все 7 лет. Хули вы там постоянно отслеживаете. Дебилы, блядь. Дебилы ёбаные. Кому вы пистите, блядь. Прима Виктория. Хо-хо, блядь. МК-8-5-1-4-2-0-2. Прежде чем я начну листать ниже... Ой, боже, мне плохо, блядь. Все вот это, все вот это, куски дерьма. Вот этот, этот и этот, это наименьшие куски дерьма. Т-26, М4 и Туртру. Это наименьшие куски говна. Вот это, это ёбаный пиздец. Исходя из вышесказанного мною, как главный эксперт, очевидно, что вот этот танк, вот этот танк, вот этот и вот этот должны получить самый жёсткий ап. А вот эти, наименьший. Почему? Потому что вот эти три, они наиболее эффективны из этих кусков говна. Давайте мы представим. Вот у этого танка 5 баллов, у этого 5, и у этого 5. А вот у этих по 2. Вот этим танкам нужно добавить 2 балла, и получится 7. Понимаете, да? А у этих изначально 2 балла, им надо добавить 5. Это я вот уже на примере элементарной математики для дошкольников объясняю. Как вы думаете, блять, получат максимальный ап или нет? Ща мы глянем, блять. Мы выявили несколько премиум машин, которые необходимо переработать для улучшения их игрового процесса. Нихуя себе. И повышение боевой эффективности. В будущем мы будем внимательно наблюдать за этими всеобщими любимцами и, возможно, вносить дальнейшие изменения. Не-не-не-не-не, у нас тут, извините меня, 100% аналитика. Поэтому, ну, вы уж меня извините. Вы уж меня извините, я не... Извините, я не могу. Раз уж у нас аналитика полноценная, ну, значит, она должна быть полноценной. Прима Виктория. Ну, давай. Ну, давай. Четыре человека отыграло на этом танке в месяце. Народный! Всеобщий! Любимец, бля! И это я взял Прима Викторию, блять! Которая в игре дольше, чем СТРВ. Сколько же на СТРВ отыграло в этом месяце? Нисколько, нахуй! Всеобщий любимец, блять! Тьфу, блять, нихуёво. Ну, хорошо. Т26Е5. На нём, я думаю, побольше будет. Двенадцать человек. Угу. А на Патриоте? Так, статистики нельзя перейти. У меня на нём боёв нету, не беда. По-другому перейдём. Не беда, блять! Не беда! Нас не остановит ничто. Аналитику ничто не остановит. Так, ну Патриота, извините меня, откатало сколько человек? Семьдесят? Шестьдесят семь. Это, сука, народный любимец. Это любимец народный. Продолжение следует... Продолжение следует...